Девушки отдыхают Его мысли, ответы на вопросы, чтобы понять, что перед нами человек, обладающий даром пророчества в этом странном мире. Мы хотим показать вам музыку совершенно сюрреалистического характера. Она называется «Пантомима». Это, может быть, одна из самых хрупких и прекрасных мелодий, которые только можно было написать без признаков времени. Такая красота, такая незащищенность. И лишь потом понимаешь, что хочет сказать Шнитке. Потому что то, что произойдет в последней части, это просто страшно. Знаете, вот когда-то Лев Николаевич Толстой сказал, Настоящая книга – это вот такая, после прочтения которой человек уже другой, чем до. Вот мне кажется, что сюрре в старинном стиле Альфреда Шнитке – это музыка, после которой человек другой, чем тот, который начинал ее слушать. Эта музыка говорит нам о столь многом, она пророчески предупреждает цивилизацию, она предупреждает человека от загнивания духа, она показывает весь ужас суеты. И вообще интересно, единственный композитор XX века, у которого самые красивые мелодии – дьявольские. Чем красивее, тем больше дьявола, соблазнителя, а вот его напряженные резкие созвучия – это всегда жизнь, это всегда борьба, это попытка героя освободить человеческий дух. Послушайте эту музыку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok